Это Валерий. Сегодня хотел вам рассказать о магазине, в котором мы очень часто покупаем продукты питания, необходимые для нашего поддержания жизни в теле, как говорится. У меня за спиной стоит магазин. Это сеть иранских магазинов. В них можно купить также и традиционные нам продукты, такие как гречка, пшеная крупа, макаронные изделия, разная выпечка, масло сливочное. В основном мы берем фрукты и овощи, конечно, здесь они очень хорошего качества и достаточно по низкой цене. Мы покупали, мы сделали небольшую разведку здесь, мы покупали и в Волмарте, и в Костко. Костко это аналог нашего метро. Какие-то продукты мы берем там в основном, таким мелким оптом, там сыры, какие-то, может быть, чипсы для детей иногда очень редко берем, потому что все-таки просят, хотя мы стараемся придерживаться здорового образа жизни, мне вегетарианцы практически уже больше 20 лет. Что касается здорового питания, то здесь, в принципе, это можно поддерживать. Очень мало я здесь в округе видел полных людей. Все занимаются спортом утром и вечером, бегают в фитнес-зал, ходят, плавают на океан. На выходные здесь люди обычно выезжают, как у нас, например, в Подмосковье едут на дачу, здесь все едут на океан. Они снимают возле океана гостиницу, приезжают либо в пятницу вечером, либо в себоту вечером. Стоит порядка 100 долларов. Остаются там, релаксируются полностью, ученые готовятся, заказывают еду, купаются в океане. И в воскресенье вечером все уезжают. Ну, естественно, это время трафика. Что касается нашего кейса, если кто следит за нашей историей, сегодня мы были в миграционном офисе, сказали, что мы уезжаем, показали билеты. Я немножко потроллил офицера, так как нам отказали в пособиях, рассказал, как же так, страна такая, разветая, а социальная система отсутствует полностью. И такие, и такие вот. Нам нельзя не работать, нам не дают пособия, как мы должны жить. Офицер с таким виноватым видом смотрел на меня и сказал, ну, я ничего не могу поделать, и больше от него я ничего не услышал ни одного. Значит, продолжайте следить за нашей историей. Я буду вас держать в курсе, куда мы передвигаемся, что мы делаем, как идут наши дела в нашем процессе миграционном. Всем хорошего дня.